Поздний вечер окотывал город мглой. Воздух был влажным и холодным, а тусклый свет фонарей кидал длинные тени на безлюдных улочках. Лиза, 17-летняя школьница, вышла из небольшой кофейни, где подрабатывала по вечерам. Она застегнула куртку, натянула капюшон и подошла к своему старенькому велосипеду. Дорога домой, где ее, как и всегда, не ожидала ничего хорошего, казалась бесконечной. С каждым оборотом педали холод пронизывал все сильнее, а тишина улиц давила на сознание. Лиза, погруженная в свои мысли, не заметила, что за ней следят. Из тени деревьев, почти сливаясь с ними, наблюдал он, опасный человек. Его взгляд был полон зловещих намерений, и он ждал своего момента. Лиза вдруг почувствовала напряжение, но даже не успела понять, как оказалась в лапах монстра. Эта ночь станет не только кошмаром, но испытанием, через которое ей предстоит пройти. И она будет полна решимости справиться с этим и, в конце концов, найти путь к свободной счастливой жизни. Мечта, которую она лелеяла, так долго не погибнет. В темноте этой ночи, напротив, станет ее светом, ведущей к свободе. Единственное, о чем она думала каждый день, это о своем будущем, о том, как получит высокие баллы в школе, поступит в университет, овладеет профессией и, наконец, начнет свою свободную, счастливую жизнь. Жизнь вдали, от этого мрачного города и того дома, где ее никто не любит. А ведь это очень важная мысль, о которой мы, учась в школе, забываем. Хорошая успеваемость и высокие баллы – это то, что мы делаем для себя. Это вклад в наше будущее, в наше развитие и успех. Согласна, от осознания этого учеба легче не становится. К счастью, сейчас у школьников есть возможность получить помощь без осуждения и давления, комфортно и с поддержкой прийти к нужным результатам в учебе, становясь лучшей версией себя. Я говорю про онлайн-школу Сотка, которая уже 5 лет поддерживает школьников в учебе и подготавливает к экзаменам выпускников. Если ты перешел в 9 класс и тебя ждет ОГЭ, или ты ученик 10 и 11 класса, значит ЕГЭ где-то близко, без паники, Сотка тебе поможет. Ведь на ее платформе, грамотной, но понятной, есть все, чтобы легко освоить учебный материал, подготовиться к экзаменам и прийти к нужным баллам. Уроки захватывают как видео любимых блогеров. Опытные преподаватели готовят к ЕГЭ более 5 лет, расскажут всю необходимую теорию и ответят на твои вопросы. Практика на занятиях, домашках и тренажерах, чтобы закрепить знания. Не будешь успевать? Уроки всегда можно посмотреть в записи. В этом году тебя ждет ОГЭ или ЕГЭ? Отлично! Сотка поможет подготовиться. 4 предмета на выбор. Много практики, круглосуточная помощь наставников и удобная образовательная платформа. В одной подписке от Сотки. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ с любого уровня на нужный балл всего за 5850 рублей. Ведь экзамены не страшны, если начать готовиться к ним заранее. А тысячи учеников Сотки тому подтверждение. И только взгляните вот на эту Lamborghini Huracan. Ее в 2025 году Сотка разыграет среди своих учеников. Согласитесь, приятный бонус к успешным баллом на экзаменах. Решайся. Делай шаг к своему лучшему будущему. А чтобы его было сделать легче, лови мой промокод. Он дает скидку на первый месяц подписки. Все подробности ждут тебя на сайте Сотки. Там же ты можешь задать любой вопрос и получить консультацию по обучению, записавшись на бесплатный вводный урок. Так что немедли переходи по ссылке в описании или по QR-коду на экране и становись лучшей версией себя. Ну а я продолжу рассказывать очередную историю одного монстра и жертвы, которая смогла его одолеть с самого начала. Бобби Джо Лонг, родившийся 14 октября 1953 года в маленьком городке Канново, Западная Вирджиния, вырос в семье Джо и Луэтты Лонг. Его детство было омрачено редким и тяжелым медицинским состоянием, которое стало причиной его дальнейших трагедий. Ведь с рождения Бобби страдала от генетического отклонения, известного как синдром Клайнфильтера. Эта хроносомная аномалия вызвала у него ряд физических и психологических трудностей, включая развитие груди, характерное для женщин. Учитывая, что для молодых людей подобные изменения являются источником глубокого стресса и социальной изоляции, Бобби Джо был предметом постоянных насмешек со стороны сверстников. Его ранние годы, да и поздние тоже, были омрачены исключительной застенчивостью и внутренней болью, вызванной его внешностью и ощущением несоответствия собственному телу. Жена Бобби Джо вспоминала, что даже при купании он был настойчив в том, чтобы не показывать себя без футболки. Этот страх и смущение стали настолько глубокими, что они оказали значительное влияние на его психическое здоровье. А переживания не только отразились на его самоощущении, но и сформировали основу для сложных и разрушительных черт характера, которые стали очевидны в зрелом возрасте. Продолжая рассказывать о детстве Бобби Джо, важно отметить один особенно значимый аспект его ранних лет. В 1955 году, когда Бобби только исполнилось три года, его родители Джо и Луэта Лонг расстались, и маленький Бобби переехал с матерью в Майами, штат Флорида. Этот период стал переломным моментом в его жизни, но наибольшее внимание привлекает характер его отношений с мамой. Важно подчеркнуть, что многие родители в сложные времена болезнили страх, спят с детьми в одной постели. Но ситуация в семье Лонг была несколько иной. Бобби Джо спал в кровати мамы до 14 лет, несмотря на наличие большого дома с несколькими спальнями и кроватями. В общем, Бобби был крайне близок с матерью, и эта близость, хоть и исходила из стремления к заботе и безопасности, оказалась не совсем обычной. О маме еще не конец, но нужно упомянуть еще один момент, ведь многие утверждают, что существует определенная закономерность в формировании серийных преступников. Подчеркивая, к примеру, травмы головы, ведь детство Бобби Джо Лонга выглядит особенно тревожным. Оно было наполнено множественными травмами головы, которые могли оказать значительное влияние на его поведение в будущем. Когда Бобби было всего пять лет, его сбили на качелях, что привело к тяжелым повреждениям головы. Позже он также получил травму, когда палка проткнула ему века. Его травматичный опыт продолжился. Однажды он упал с велосипеда, потеряв несколько зубов, а еще он был сбит машиной. Множество исследований подтверждают, что повреждения лобных долей мозга могут существенно повлиять на способность контролировать импульсы и вызывать антисоциальное поведение. А в жизни Бобби Джо Лонга продолжали происходить изменения, которые только усугубляли его внутренние переживания. В 1958 году его родители Джо и Луэто Лонг снова начали встречаться. Потом расстались и еще раз сошлись, снова расстались и еще и еще раз. Так Бобби Джо Лонг постоянно перемещался между Западной Вирджинией и Флоридой. Эти перемещения и нестабильность лишь усиливали эмоциональные и физические травмы Бобби. В этот период, а точнее в 1961 году, когда ему было 8 лет, он снова пострадал от сильного сотрясения мозга, упав с лошади. А к 1963 году брак у его родителей пришел конец. Настоящий. Бобби Джо с мамой вернулись во Флориду и Луэто устроилась работать официанткой в баре. Теперь она была свободной женщиной. Эти изменения в жизни матери сильно влияли на Бобби. Ребенок, который был так близок с мамой, теперь стал ощущать ее отдаление. Меньшее времени, проведенного с ним, вызвало у Бобби приступы ярости и чувства предательства. Постепенно в нем начали развиваться негативные чувства по отношению к женщинам. Он начал испытывать недовольство по поводу их одежды, поведения. Эти чувства ненависти и изоляции подкреплялись чувством, что мать выбрала работу, свободный образ жизни, свидания мужчин, а не его. И в другой ситуации, в другом деле можно было бы сказать, что этот момент притянут за уши. Но вот что произошло дальше. Мама Бобби Джо заводит собаку. Купив ее, она надеялась заполнить ту пустоту, которая образовалась в жизни мальчика с ее новым образом жизни. Собака Бобби не понравилась. Он и в ней увидел врага, который крадет и так минимальное внимание его мамы. Я не желаю вдаваться в подробности, скажу лишь, что Бобби нанес собаке травму, несовместимую с жизнью. В 1966 году, когда Бобби Джо Лонг было 13 лет, он встретил свою будущую жену Синтию. Она была действительно милой и доброй девушкой, и они стали хорошими друзьями. На тот момент их отношения были чистыми и невинными. Однако со временем Бобби начал погружаться в мир мелких преступлений. В подростковом возрасте он оказался в неприятной ситуации, когда его обвинили в краже автомобиля. Но это было лишь началом его проблем с законом. В 1970-х годах Бобби Джо был арестован за кражу имущества. Помимо его криминальной деятельности, он также столкнулся с трудностями в учебе и бросил школу. Нет, не из-за бунтарства, а из-за непреодолимых трудностей в учебе. Несмотря на все усилия, он дважды повторил 10 класс и так не смог сдать выпускные экзамены, что в конечном итоге привело его к уходу из школы. Примерно в это же время Бобби начал отдаляться от своей матери. Их отношения, которые когда-то были близкими, привязанными, стали напряженными и конфликтными. Бобби начал проявлять насилие по отношению к ней и психологическое, и физическое. 1971 год, Бобби 18. Его обвиняют в насилии над девушкой интимного характера. Однако, как и во многих случаях, даже сегодня полиция не может найти достаточно доказательств, чтобы предъявить ему обвинение. Девушки не верят. А школьная подруга Ситти по-прежнему рядом с Бобби. Она поддерживает его, не верит в клевету и даже признается Бобби в чувствах, на которые он отвечает взаимностью. Теперь они пара, и девушка обещает дождаться его, ведь Бобби уходит в армию в надежде наконец-то побороть своих демонов, стать дисциплинированным и обрести уважаемую профессию. В 1974 году Бобби, Джо и Синтия вступают в брак. Изначально их жизнь казалась идеальной, наполненной счастьем и любовью. Однако вскоре после свадьбы Бобби пережил серьезную травму головы. Опять. Он попал в аварию на мотоцикле, и хотя травма мозга была серьезной, ему таки удалось выжить. Он провел несколько месяцев в больнице, и вот после выписки его поведение окончательно изменилось. С каждым днем Бобби становился все более контролирующим и деспотичным. Он впадал в ярость, если Синтия не соответствовала его строгим требованиям. Он следил за каждым ее шагом, каждое ее действие, каждый ее выбор были под его пристальным контролем. А еще Бобби разделил всех дам на хорошую и плохую женщину, не признавая никаких промежуточных позиций и давая себе право судить и решать судьбы людей. Вот тут и начинается настоящий кошмар, но прежде я спешу напомнить вам, что все арты из этого видео, из других моих видео и соцсетей можно приобрести. Так вы станете обладателем оригинала арта и поддержите бедного художника в такое непростое время. Ссылка на телеграм-канал с артами ждет вас в описании, как и ссылки на все мои другие соцсети, в особенности на основной телеграм-канал темной страны. В этом выпуске будут материалы, которые нельзя показать здесь на ютуб, они будут ждать вас в телеграме. А также там мы общаемся каждый день, и я делюсь с вами своей жизнью и подготовкой к новым выпускам, а также рассказываю горячие и остывшие новости из мира трукрайма и не только. В общем, подписывайтесь, мы ждем вас там, на темной стороне телеграм. Все ссылки в описании. Продолжаем. Жизнь Синтии и ее детей с Бобби превратилась в настоящую кошмарную реальность, наполненную страхом и постоянным напряжением. Спустя несколько переломов, выбитых зубов, гематом и других последствий домашнего насилия, Синтия собирается с силами и подает на развод. Это происходит в 1980 году, и ей по-настоящему везет, ведь Бобби уходит без скандалов. Но вот не повезло с Юзан Репланг. Эта женщина видела в Бобби друга. Она была свободна, жила одна и предложила ему комнату в своем доме. В ответ на поддержку женщина подвергалась насилию и под страхом расправы не решалась пойти в полицию целый год. Но это были веселые 80-е, так что когда Сьюзана все же заявила на Бобби Джолонга, полиция сказала, что нет достаточных доказательств и улик. Ей не поверили. А в суде Бобби заверил, что Сьюзан сама предложила ему и жить, и спать с ней. А сейчас, когда он решил съехать, хочет отомстить. Судья с ним согласился и дело закрыли. В это время Бобби начинает нападать на женщин из лачных районов Майами, торгующих собой. Это наверняка известно, так как некоторые из них тоже обращались в полицию, обвиняя Бобби в жестоком обращении. Конечно же, полицейские даже дело заводить не стали. Также в это время Бобби Джолонга обвиняют в оскорблении 12-летней девочки и непристойном поведении. Не уточняется, что конкретно произошло, но никакого наказания Бобби Лонг не получил. В 1983 году Бобби Джо увольняют из больницы ветеранов Хантингтона из-за неуместного поведения относительно пациентов женщин. А в марте того же года он придумывает новый план – нападать на женщин-риэлторов. Он ищет в газетах объявления, где риэлтором выступает женщина, договаривается с ней о просмотре дома, а там насилие и ограбление. Таким образом, к 1985 году Бобби Лонг напал на более, на более чем 50 женщин и девочек по всему Майами. 50, и это минимум. Так много женщин обратилось в полицию, так много предъявили обвинения, и ничего, вообще ничего полиция не сделала. И неудивительно, что к весне 1984 года Бобби наскучили его обычные нападения. Он хотел большего, и когда 28 марта 20-летняя Артиз Эн Уик, женщина, торгующая своим телом, не смогла удовлетворить ее, он решает ее задушить. Ой, ну это ему очень даже понравилось. Наконец-то те самые ощущения, которые он все никак не мог получить. Официально Артиз Эн Уик является первой женщиной, которую Бобби Джо лишил жизни. И, конечно же, останавливаться он уже не собирается, особенно имея такой опыт. И меньше, чем через месяц, пытается похитить Мэри Хиггс, запрыгнув в ее машину. Он приказывает женщине двигаться к выезду из города, где, несомненно, ее ждет гибель. Девушка, понимая это, решается на смелый шаг. Замечая на дороге патрульную машину, она выруливает с дороги и врезается в столб, чтобы привлечь внимание. Это срабатывает. Мэри спаслась, а Бобби получила наказание в полной мере. Угу. Три года тюрьмы. Да-да, три года тюрьмы за попытку похитить человека. Но в итоге этот срок меняют на условный. Бинго. Хищник на свободе. Так проходит год. На территории города и за его пределами найдены по меньшей мере 10 тел. Все они женщины, все подвергнуты насилию и изувечены при жизни. После задушены и выброшены где придется. Полиция пытается связать все это и найти монстра, серийного преступника, который стоит за этим. Но безуспешно. Напоминаю, что изображение с мест преступления здесь на ютуб я показать не могу. Они будут ждать вас в телеграм-канале Ольга Монтро. И вот мы добрались до него. До момента, когда сильная, но маленькая и хрупкая школьница сумеет остановить монстра. Надеюсь, в этот момент вы уже поставили мне лайк. Большое спасибо. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Итак, 3 ноября 1984 год. В этот вечер 17-летняя Лиза Маквейн-Ноланд возвращается домой с работы в кофейне на севере Тампы. Она вышла на пустынную улицу и, сев на свой велосипед, поехала в сторону дома. Хоть ей совсем не хотелось быть там. Будь ее воля, она бы осталась на работе. В течение последних трех лет жизнь Лизы была омрачена домогательствами любовника ее бабушки. Мужчина применял к Лизе насилие различного рода, а бабушка, которая всегда была груба с девочкой, закрывала на это глаза. Так кофейня стала для Лизы настоящим убежищем. Каждый день, проведенный за прилавком, дарил ей чувство безопасности, которого не было дома. Но наступила та самая ночь. Лиза ехала на своем велосипеде, когда ее путь пролегал по темному участку дороги, где высокие дубы образовывали почти сплошной зеленый туннель. В этой темноте что-то привлекло ее внимание. Красная машина, стоящая на обочине дороги. Она почувствовала опасность, но было поздно. Несмотря на отчаянное сопротивление, Бобби Джолонгу силой удалось затащить Лизу в автомобиль. Действуя хладнокровно и уверенно, он завязал ей глаза, связал руки, лишив возможности видеть и сопротивляться. Уже внутри машины Бобби Джо применил к Лизе насилие, а после их ждал долгий путь. Лиза почувствовала, как скорость автомобиля меняется. Она пыталась быть сосредоточена и понять, что они на шоссе, они выезжают из города. Она уловила вспышки света через повязку на глазах, ей удалось разглядеть слово на приборной панели автомобиля. Магнум. Тогда она подумала, я должна сохранить в своей памяти все, чтобы, если я выберусь отсюда, я могла пойти в полицию и предъявить им доказательства. Ее инстинкты оказались верны. Только у Dodge Magnum 1978 года выпуска на приборной панели есть слово Magnum. Это станет важной деталью и зацепкой. Прибыв на место назначения, Бобби Джо завел девушку в дом. Они поднялись по лестнице. Она пересчитала ступени на случай, если у нее появится шанс бежать. Их было 19. Бобби привел Лизу в свою квартиру, и здесь замысел его действий начал постепенно раскрываться. В темноте и запутанности его мотивов появились не только жестокость, но и странная попытка создать иллюзию нормальности. Он начал вести себя так, будто Лиза здесь добровольно, словно она его девушка. Она же, поняв это, играла свою роль, терпя боль, стараясь говорить спокойно и доброжелательно полностью подыгрывая. Лиза знала, что нужно сохранять хладнокровие, чтобы выжить в этой жуткой ситуации. Когда она убедила его отпустить ее в ванну и разрешить побыть там одной, Лиза коснулась каждой поверхности, до которой могла дотянуться. Она запоминала все вокруг. Лиза приняла душ, оделась, высушила волосы. После Бобби накормила ее и приказал лечь спать, пока сам думает. Так заканчивались 26 часов в плену у монстра. Наконец-то Бобби принял решение отпустить ее. Он привез Лизу в отдаленное место, завязав ей глаза, чтобы она не смогла определить, куда они приехали. И вот она, оставленная Бобби на пустынной улице, помчалась домой, избитая, пережившая психологическое и болезненное физическое насилие различного рода. Она была в шоке. Но вместо поддержки ее встретил лишь очередной ужас. Бабушка и ее сожитель приняли исчезновение Лизы за бегство. Нагулялась, а теперь, когда ей надоело, вернулась. Они устроили Лизе допрос на пять часов, но в конце концов сжалились и разрешили позвонить в полицию. Лизе пришлось пройти допрос целых четыре раза, прежде чем ей поверили. В первый раз мне никто не поверил. Во второй раз мне никто не поверил. Лишь когда я пришла в полицию четвертый раз, один полицейский проявил внимание ко мне. Позже говорила Лиза. Офицер по имени Ларри Пиркинтон поговорил с Лизой. Именно благодаря ему и настойчивости жертвы монстра остановили. Лиза, несмотря на страх и усталость, проявила решимость и внимание к тому, чтобы восстановить все, все мелочи, которые она помнит. Она тщательно воссоздала все события того ужасного дня, рассказала офицеру все детали, где оставила отпечатки пальцев и все, что смогла расглядеть из-под повязки на глазах. Ее память была ясна, и она предоставила точные сведения о похитителе, его автомобиле, маршруте и других деталях. В течение 12 дней Лиза и офицер Пинкертон усердно работали над информацией о похитителе. А главной связующей зацепкой и прямой уликой между делом Лизы и множествами найденных в окрестности Майами тел стали красные волокна. Они были обнаружены и на одежде Лизы, и на трупах. Это позволило расследованию связать дело Лизы с тогда еще нераскрытыми серийными преступлениями. Эти самые красные волокна принадлежали обивке, редкой обивке ковриков Dodge Magnum 1978 года. Точно так же, как и логотип на панели, который так удачно смогла заметить Лиза. Что ж, полиция начала поиски владельца такого авто. К счастью, помимо Бобби Джо их было немного, но, увы, поиски все же заняли время, за которое тот успел совершить еще одно нападение. 10 ноября 1984 года Бобби Джо похищает Кимберли Свон, танцовщицу мужского бара. Он не применяет к ней интимное насилие, просто душит и бросает тело на обочине шоссе. Полиция находит ее тело на следующий день, а также еще два тела более ранних преступлений Бобби. 16 ноября 1984 в деле наконец-то всплывает имя Бобби Джо Лонг и вся его история преступлений и нападений. Полицейские понимают, он их клиент. Бобби Джо задерживают в тот же день. Начинается допрос, он сразу признается как минимум в 8 преступлениях. Эти признания удовлетворяют сторону обвинений, дело сразу же переходит в суд. И хоть Бобби Джо отправляют на психиатрическую экспертизу 11 февраля 1985 года, его квалифицируют как психопаты и садиста, но разрешают предать суду как дееспособного. 22 апреля того же года присяжные идут на совещание. Как вы думаете, сколько времени им понадобилось, чтобы прийти к вердикту и единогласно приговорить обвиняемого к высшей мере наказания? Подсказка. Им понадобилось немного времени. Пишите, кто угадал интересно. А я называю правильный ответ. 40. Всего 40 минут. Думаю, они вообще решили все за минуту, а потом просто пили чай с печеньками. И уже 3 мая Бобби Джо Лонг официально был приговорен к казни на электрическом стуле. А казнили его, кстати, относительно недавно, в 2019 году. Когда Лиза Макуэйн-Ноланд впервые получила телефонный звонок с сообщением о назначении даты его приговора, она плакала. Во-первых, из-за сочувствия и сопереживания, которые испытывала она к жертвам. Ведь они не смогли выжить и узнать, что этот человек поплатился за все. И, во-вторых, из-за ее роли. Ведь она сыграла в аресте Лонга главную роль. По сути, Лиза героиня, которая не только смогла спасти себя, но и остановила монстра, который бы уж точно сам не прекратил забирать жизнь. Лиза Макуэйн-Ноланд присутствовала на казни Бобби Джо Лонга. Она сидела в первом ряду вместе с детективом Пингертоном, который благодаря ей и арестовал Лонга. По последним данным, сегодня Лиза работает заместителем шерифа округа Хилсборо. Также с 2013 года она является школьным инспектором округа и использует свою историю и опыт, чтобы научить учеников справляться с потенциально опасными ситуациями. Ну а Бобби Джо Лонг, наверное, где-то глубоко, очень-очень глубоко в душе его жаль. Ведь с самого его рождения все не задалось. Но все же это он сам сделал выбор стать таким, испытывать ненависть и отнимать жизни. Этот путь он выбрал сам, и он же получил самое жестокое наказание. Пишите в комментариях, что думаете вы об этом выпуске, о Бобби Джо Лизе, о работе полиции. А пока вы пишете ваш комментарий, я расскажу про визуал видео, про фон и рисунок. Они не совсем связаны с видео, точнее совсем не связаны, так как в октябре я создаю визуал, связанный с жуткой хэллоуинской атмосферой. В этот раз я решила сделать визуал в виде старого кладбища, а рисунок это невеста Франкенштейна. И да, этот арт и все арты из этого видео, из других моих видео и соцсетей можно приобрести. Так вы станете обладателем оригинала арта и поддержите бедного художника в такое непростое время. Ссылка на телеграм-канал с артами ждет в описании, как и ссылки на все мои другие соцсети, в особенности на основной телеграм-канал темной стороны. Там я делюсь с вами своей жизнью, подготовкой к новым выпускам, а также рассказываю горячие и остывшие новости из мира true crime и не только. В общем, подписывайтесь, мы ждем вас там, на темной стороне телеграм. А с вами была я, Ольга Монтро. Огромное спасибо за просмотр и поддержку, за ваш лайк, подписку, комментарий и колокольчик. Всех обнимаю и помните, лучше быть параноиком, чем закопанным в лесу. Пока-пока.